Все мы на этой планете, результат долгого пути эволюции. Вот этому примату понадобилось примерно 10 миллионов лет, чтобы превратиться в человека. Куда мы движемся как Homo sapiens и что будет с человеком через, скажем, еще 100 тысяч лет? Сегодня разберемся. Это программа «Наука». Здравствуйте! В 19 веке в научном мире произошел настоящий переворот, когда английский ученый Чарльз Дарвин предложил сенсационную теорию, утверждающую, что человек произошел от обезьян. При всем многообразии различных исследований, научный мир придерживается именно этой теории. Тем более, что она получила немало научно обоснованных доказательств. Перед нами все стадии, предшествующие возникновению современного вида Homo sapiens. Самые древние представители человека современного вида появились опять-таки в Африке порядка 200 тысяч лет назад. И примерно 100 тысяч лет назад – это дата, когда человек выходит из Африки, уже человек современного вида, и заселяет всю Айкумену, за исключением, скажем, Австралии и Нового Света, которые были заселены позже, но уже человеком современного вида. И вот здесь вы можете видеть представителя Homo sapiens уже абсолютно современный череп. Вот эти основные стадии подкреплены уже в настоящее время огромным количеством находок костного материала. Отсюда появляется главный вопрос – продолжаем ли мы эволюционировать? Одни специалисты утверждают, что дарвинский естественный отбор продолжается, в то время как другие считают, что люди уже достигли своего пика развития. Вообще теория, что это будет инволюция. То есть человек в процессе своего развития, у него увеличивался рост. То есть он сначала был маленький, когда начал ходить, постепенно начинал увеличиваться. Теперь, говорят, если так продолжится, не через 50 лет, конечно, а через много-много лет, получается, он станет ниже ростом, уменьшится у него, конечности, я имею в виду ноги, стопа уменьшится, зубы могут меньше стать или вообще исчезнуть. У наших предков были более крупные челюсти с большим количеством зубов. С годами рацион кардинально поменялся, и пища стала менее жесткой и легкой. Отчего челюсти стали уменьшаться. Недавно посчитали, около 25% людей уже рождаются без отчатков зубов мудрости. Что может быть следствием естественного отбора. Скелет человека меняется. Мы стали более хрупкие, да, у нас скелет стал более хрупкий. И это связано чисто с тем, ну, с нашим образом жизни, да. Вы мало ходите, мы все на машинах ездим, да, но у никого нет машины на автобусах, да, нет там прогулок 2-3 километра, 4, да, не бываете под открытым солнцем, да. Сейчас мы все бережемся все от этого. Кстати, лень вполне способна повернуть эволюцию вспять. Недаром Чарльз Дарвин говорил, что именно труд сделал из обезьяны человека. Что может измениться вот через 100 тысяч лет, через миллионы лет? Ну, получается, позвоночник станет короче. Соответственно, и тоже кишечник уменьшится в длину, получается, если вот такое же питание будет. Ну, и, соответственно, уже столько позвонков нам не нужно будет. Это копчик, да? Да, вот отсюда он. Я думала, что копчик где-то... Нет, это вот ваш крестец идет, и в конце уже вот это идет копчик, да. Он был гораздо длиннее, был хвост у нас, когда мы ходили, да. Потепендика потихоньку он рудиментировался и стал вот этот копчик. Ну, вот и тот же вопрос, что из позвоночника, какие могут быть изменения через миллионы, ну, может, через 100 тысяч лет? Наверняка копчик... Наверняка копчик уйдет, да, его не будет вообще. То есть он эволюционируется и станет меньше тазовая кость, наверное. То есть тазобедренные суставы уменьшатся в объемах, потому что физической нагрузки такой не будет большой. Я так думаю. А как инновации повлияли на эволюцию человека? Компьютерные технологии стали частью нашей повседневной жизни и уже отразились на развитии человеческого организма. Есть интересный факт. Сейчас у некоторых людей появляется дополнительный затылочный бугор. Это связано, говорят, с длительным смотрением смартфона. Мы специально попросили у Александра Александровича один из снимков своих пациентов, шейного отдела, чтобы вы нам показали наглядно, где находится этот затылочный шип. Здесь норма, здесь его нет. Здесь получается, вот у нас идет затылочная кость, и прямо вот в этом месте образуется такой шип, затылочный шип. Этому пациенту повезло. Ну, я думаю, он не смотрел много смартфонов. А это какой-то нарост? Да, это нарост. Шип это... Из ткани? Из костной ткани. Интересно, вот у меня он есть, нет? Давайте посмотрим. Можете проверить? Да, конечно. Давайте. Нет, я могу сказать, что вы смартфонами не увлекаетесь. Нету, да? Да, нет. Точно? Точно, сто процентов. Ну, я рада, что у меня нету этой штуки. То есть можно еще попользоваться смартфонами? Лучше желательно пользоваться, ну, поменьше. Потому что если он появится, он уже не исчезнет. Ученые всего мира считают, что постоянное присутствие смартфонов в нашей жизни может привести к тому, что наши руки и пальцы станут более тонкими, длинными и ловкими. А количество нервных окончаний в них резко возрастет. Правда, на такие изменения уйдут несколько сотен лет. Футуролог из Москвы уверен, что люди не будут ждать столько времени, а начнут менять себя сами. Мой отец обучал меня человеческим чувствам. Они сложные. Я думаю, что технологические изменения, они станут раньше, они будут более масштабными, и они затмят те возможные естественные изменения, которые мы увидим. Искусственная эволюция, возможно, уже сегодня мы можем встретить на улице человека, у которого такая достаточно хорошо продуманная железная, ну, металлическая протезная нога или рука с пальцами, да, движущаяся. Чем больше будут и лучше развиваться эти технологии, тем больше у человека будет возможность выбирать свое тело. Вот что он хочет. Вероятно, в этом новом мире человеческое тело будет нафаршировано сотнями крошечных датчиков, передающих данные на внешние устройства. В сетчатку человеческого глаза может быть встроен дисплей с дополнительной реальностью, а управлять интерфейсом пользователь будет при помощи движения языка по передним резцам. Человечество, которое создало такую мощную цивилизацию, сейчас уже, если эволюционирует, то только, скажем, на биохимическом уровне. А все остальные приспособления, которые могли бы, в принципе, пригодиться, как то крылья или жабры или плавники, человечество решает, не вырабатывает путем эволюции, а решает просто, разрабатывает самолеты, подводные лодки и так далее. То есть эволюция идет материальной культуры, которую человек использует. В зависимости от того, что будет с нашим климатом и атмосферой, ученые выдвигают самые разные, иногда противоположные предположения. Если станет жарче, наши тела станут вытянутыми, конечности тонкими. Если грянет вечная зима, напротив, мы станем коренастыми, ширококосными. Если цифровой мир поглотит нас с головой, человеческие лица станут меньше, но с большими глазами, маленьким подбородком и более выдающимся черепным сводом. Смешение рас приведет к исчезновению голубых глаз и веснушек. Цвет кожи и волос потемнеет, а блондинов и людей с очень темной или очень светлой кожей останется крайне мало. Если развитие человечества будет протекать в гармонии с природой, человек будущего вполне вероятно будет красивее, чем сейчас. Строение его тела и черты лица будут отражать то, что большинство ищут в партнерах сегодня. А по другой версии, люди будущего не будут иметь привязанности к определенному полу, возможно, человечество полностью смешается, образуя единую андрогинную массу. Мы пытались воссоздать хотя бы примерный облик человека из будущего, но сделать это оказалось непросто. Слишком все-таки мы разные, да и витков нашего развития очень много. Но понятно одно, если мы хотим остаться на этой планете еще много-много миллионов лет, нужно уже сейчас задуматься о ее состоянии. Наш выпуск я хочу закончить очень правильными словами, над которыми нужно задуматься. Прежде всего мне хотелось бы, чтобы человек понимал свое бревное существование, не только своей себя и своей семьи, но и человечество как явление в целом. Времени осталось не так много. Поэтому мне хотелось бы, чтобы эволюция пошла в сторону именно умственных, гуманитарных процессов. Чтобы все страны договорились бы о правильном землепользовании, вообще о правильной эксплуатации ресурсов. Понять, что будущее у нас либо общее, либо его не будет вообще. Это была программа «Наука». Увидимся через неделю.